Хей! Это Анастасия, преподаватель шведского и автор курсов по шведскому языку. Сегодня я хочу поговорить о том, как мы можем сказать слово «очень» на шведском языке. В шведском языке есть много способов его сказать. Первое слово, которое означает «очень», это слово «мюкке». Например, мы можем сказать «de blir mücke brö» — «это будет очень хорошо» или «так будет очень хорошо». Сегодня очень хорошая погода или «сегодня прекрасная погода». Следующее слово, которое означает «очень» в шведском языке, это слово «jette». Например, «hane jette trevlig» — «он очень милый», «он очень вежливый» может быть, то есть с ним очень приятно разговаривать. «De jette varmt üte» — «на улице очень тепло». Также мы можем сказать «так же jette mycke» — «очень большое спасибо». Еще одно слово, которое у нас означает «очень» — это слово «hemst». «Hemst» означает «ужасный», но, тем не менее, мы используем слово «hemst», произведенное от него как «очень» в том числе. Конечно, мы можем сказать «de hemst» — «это ужасно», например. Теперь давайте посмотрим пару примеров предложений, где слово «hemst» употребляется в значении «очень». «Jae hemst lezen» — «мне очень жаль». «Hanver karvara hemst rullig» — «он кажется очень веселым». Еще одно слово, которое означает «очень» — это слово «veldit». Например, «de veldit interessant» — «это очень интересно». «Hu ne veldit versiktig» — «она очень осторожна». «Bu kene veldit stur» — «книга очень большая». Следующее слово, которое означает «очень» — это слово «hükt». «Hükt» означает «больной», как вы, наверное, уже знаете. «De hükt» может означать «ну, это что-то ненормальное такое, неадекватное», например. А само по себе слово «hükt» может у нас еще значить «очень». Давайте посмотрим пару примеров. «De hükt brö» — «это очень хорошо». «De hükt misit» — «это очень уютно». Или, например, здесь «очень приятно» может это означать. Следующее слово — это «enormd». «Enorm» означает «огромный», «большой». «Enormd» у нас может означать тоже «очень» в шведском языке. «Hüß» — «te enormd sturt». «Дом» — «очень большой». «De tar enormd mucketid» — «это занимает очень много времени». Следующее слово, которое означает «очень» — это слово «сюпер». Иногда мы можем говорить просто «сюпер», когда что-то очень хорошо, допустим. «De superbrö» — «это очень хорошо». «Якканэ сюперфин» — «куртка очень хорошая», «куртка отличная». «De superbrö» — «ты очень классный», «ты очень классная». У нас есть еще два слова, которые тоже, можно сказать, имеют вот эту приставочку «очень», но она очень необычная. Давайте посмотрим. «Svin kalt» — «очень холодно». «Svin ditt» — «очень дорого». Слово «svin» в шведском языке означает «свинья», но вот такая приставочка у нас означает «очень». Она используется не со всеми словами, но вот в таких словах, в парочке слов, она будет как раз означать «очень». «Svin kalt» — «svin ditt». Например, «de sven kalt üte» — «на улице очень холодно», «клоккурная свин dira» — «часы очень дорогие». И у нас есть еще одно слово, в котором есть вот эта приставочка «очень» необычная. Например, «хёёёга» — «очень высокие» означает это слово. Например, «присерная хёёга» — «цены очень высокие». Или «ханхар хёёга ферветнингар» — «у него очень высокие ожидания». В этом видео мы с вами поговорили о том, как мы можем сказать слово «очень» на шведском языке разными способами. Например, это может быть «мюкке», «jette», «хемст», «вэльдит», «хёкт», «энормт», «сюпер». И у нас может быть еще приставочка «свин», например, «svin kalt», «svin ditt», а также приставочка «х» — «хёёг» — «очень высокий». В следующем видео мы поговорим про такие слова, как «derför», «derförat», «förat» и «эфтешон». Разберем разницу между ними. Не забудьте посмотреть наше с Маркусом видео на медленном шведском. До встречи в новых видео! Ха-де-субрё! Хей-до!